я представлюсь сама сегодня так такой у нас регламент имя мое написано на слайде поэтому можете ко мне обращаться после лекции вот кто я такая я профессор кафедры отечественной и зарубежной литературы южного федерального университета но это мое совместительство основная моя работа в южном научном центре российской академии наук который вот здесь недалеко располагается студенты уже знают я заведую отделом гуманитарных исследований занимаюсь я многими разными вещами фольклором литературой но сегодня собственно это все вы услышите наша да и доктор филологических наук извините забыла наша сегодняшняя лекция посвящена бабе еге но не самой по себе хотя я буду конечно о ней говорить а как элементу культурного национального языка и в связи с этим как элементу нашей национальной культурной памяти то есть трансляции культу трансляции и сохранению трансляции нашей культурной традиции которая восходит к мифу и фольклору и существует до наших дней вот мы сейчас только перед началом лекции говорили с моей аспиранткой алой лисицей о том что вот может быть кто то не знает из людей просто живущих рядом с нами кто такой брюсов или кто такой там допустим бальмон кто такая баба яга знают все поэтому конечно они надо поговорить они интересно поговорить и я сейчас вам буду рассказывать что как это все сложилось и что потом по из этого получилось так один из самых известных персонажей русского фольклора баба яга один из самых неизвестных персонажей литературы потому что она в литературе тоже есть литературе она жива и и очень много я вам только несколько буду произведений называть и очень сложный персонаж и сложность его во многом определяется тем что он очень давний и поэтому там очень много культурных наслоений как полагают современные ученые а еге написано довольно много научных работ этот образ восходит к глубокой древности но мы ее знаем по сказке да а в сказке что мы знаем о еге что она живет в избушке в лесу что она должна пропустить героя сказки студенты знают высокого героя сказки да то есть царевича как правило должна пропустить в иной мир который есть мир мертвых царство мертвых тридевятое царство в сказке и там есть определенные обстоятельства при которых она может пропустить героя но она всегда его сказки пропускает но гипотетически если он не выполнит некоторые правила она его не пропустит владимир яковлевич проб очень известный наш фольклорист ученый ленинградского университета же как покойные ныне конечно в свое время в книге исторические корни волшебной сказки выделил три типа бабы яги русской сказки один дарительница она дарит герою волшебный предмет или волшебного помощника с помощью которого он решает трудные задачи которые там по сказке ему обозначены второй тип тоже нам всем очень хорошо известный похитительница детей вспомните сказку гуси-лебеди например литерешечка да где баба яга ребенка хочет что делать зажарить и съесть она правда никогда его в сказке не съедает это важный момент то что мы будем говорить о литературе и литература по-другому к этому мотиву относится и наконец третий тип реже встречающийся в русских сказках это яга воительница она вступает в противоборство с героем и сначала с его братьями вот в сказке например бой на калиновом мосту их она побеждает героя она конечно победить не может он ее одолевает и в результате выходит победителем тем не менее вот несмотря на то что мы в общем хорошо себе представляем основные свойства и функции еги в сказке это такой персонаж дискуссионный и главная дискуссия собственно связано с именем еги вот я сейчас просто на слайдах это покажу я надеюсь что всем видно как по-разному ее называют в разных славянских языках это еще не все сейчас еще много других вариантов я вам предложу но обратите внимание сходство фонетическое везде есть конечно да вот пожалуйста другое еще другие версии так очень много этих версий я просто не буду произносить слух потому что я боюсь неправильно произнести эти слова вот мы вот еще один слайд успели до посмотреть еще один слайд вот сколько версий до разные филологи лингвисты фольклористы предлагают в качестве темологии имени еги есть еще одна очень интересная неожиданная версия я процитирую ученого светилища капище кумирни уральских финоугров представляли собой тайную поляну в лесу и были окружены чистоколом на котором вывешивались черепа принесенных в жертву идолам животных вот эти черепа нам тоже еще с вами вспомнятся в центре стояла священная избушка амбарчик сом ях она была размером скажем с письменный стол без окон и дверей зачем они нужны амбарчик был установлен на высоких пнях или столбах одном двух четырех чтобы не залез медведь куница или рассомаха так и сейчас охотники ставят свои лесные амбары на заимках в амбаре лежала резная деревянная кукла и тарма вместилище души умершего или башка и тарма была я не знаю ударение как правильно ставится извините была одета в человеческие одежды например национальную одежду ягу по этой версии яга связана с национальной одеждой финна угров вот она яга на слайде с покойниками и похоронным обрядом это тоже отсылает нас к облику избушки на курьих ножках да вот эти самые столбы и ой извините объясняет ее необычный вид мы курьим ножкам еще тоже вернемся но одежда под названием яга и снова цитирую встречается и у славян словаре владимир ивановича далее написано так яга сибирская оренбургская яргак яргак рот охабня шерстью наружу из жеребячих шкур а дорогие еди из гагарьих шеек шуба тулуп халатного покрою с откидным воротом подбивают его тканью либо легким мехом ягу или яргак носят все особенно в дороге и на охоте ягушка ягушка женская яга с узким воротом для дороги но она представляет собой подобие халата вы видите либо мехом наружу либо мехом внутрь и отделанная тканью перьями и так далее если принять эту точку зрения то становится очевидной отсылка к зооморфному к звериному облику еги ко всем этим темам мы тоже еще вернемся близким к слову яга является глагол ягать славянский глагол опять цитирую владимир ивановича далее ягать кричать шуметь ягайло крикун я жить я жить я кричать шуметь вздорить броница в другом свидетельстве у другого ученого уточняется что крик этот особого рода это не просто громко кричать это кричать неистово на пределе возможностей так бабки советовали кричать роженицам чтобы облегчить роды ну и это имеет каш ритуальное значение вы понимаете да не про не просто облегчить рода но еще выпустить ребенка да цитирую опять в 1988 году в одной из деревень ковровского района владимирской области мне лично старая повитуха это собиратель один пишет рассказывала что ягать означало у них громко кричать стонать природа судя по всему что от не я от нее узнал термин этот был узко специальным и в бытовой жизни не применялся обрядовый термин во время родов она и другие повитухи той же традиции предлагали роженице не тужиться и не кричать а именно ягать потому что все остальные общеупотребительные слова могли по ассоциации вызвать рестимуляцию болезненных воспоминаний что помешало бы протеканию родов мужчины тоже ягали когда ярились после уборки урожая перед выходом босиком на горящую ржаную или овсяную солому или угли точно также ярились яганием и перед боем или в бою получив рану чтобы не чувствовать боли это дает основание считать что ягать означало не просто кричать и стонать а голосом выпускать поток яростной силы поэтому следующий раз когда вам нужно будет выпустить поток яростной силы да вы должны ягать следующий момент который мы должны с вами осветить это происхождение образа еги так сейчас минуточку я где-то пропустила по моему слайд сейчас значит некоторые ученые полагают что в древнее время она воспринималась как прародительница всего сущего в том числе лесных зверей сказки поди туда не знаю куда кто помнит эту сказку герой обращается к бабе яге с вопросом где найти то не знаю что и что это вообще такое да в первый день баба яга призывает всех лесных зверей и задает им этот вопрос не отвечают они во второй день всех птиц и рыб и они тоже не отвечают и в третий день всех присмыкающихся всех она охватила до обитателей леса и когда выяснилось что никто не знает ответа на этот вопрос вспоминают животные что есть какая-то старая жаба которая живет дальнем болоте она она отправляет героя баба яга отправляет героя с кринкой молока за этой жабой он приносит и только это жаба значит старая жаба да знает кстати не случайно это жаба не случайно это вот такое существо за которым закреплена территория хтонического темного до подземного мира вот в сказку сказочные бабы яги у сказочные бабы яги в не в детских конечно адаптированных сборниках а в в подлинных аутентичных сборниках фольклорных текстов вот примерно такой облик как у этой палеолитической венеры мне очень нравится это название этих женских извояний да гипертрофированные женские признаки я прямо сейчас сказки некоторые процитирую яга ягишна авдотья кузьминишна нос в потолок титьки через порог сопли через грядку языком сажу загребает в одной сказке в другой на печи на девятом кирпичи лежит баба яга костяная нога нос в потолок врос сопли через порог висят титьки на крюку замотаны сама зубы точит вот это действительно свидетельствует о древнем происхождении яги и о ее сходстве вот этими с этими самыми палеолитическими венерами которых обнаруживают практически по всей территории нашей нашей планеты если вам интересно сходите в наш краеведческий музей там эти бабы на улице выставлены у них практически нет лиц лица стесаны да зато у них вот гипертрофированная грудь живот большой да это связано конечно с идеей плодородия таким образом яга первоначально архаически связано с плодородием в связи с этим многие ученые полагают что яга обладает функциями богини праматери праматери всего сущего именно поэтому она владеет всеми животными лесными а в некоторых сказках она является матерью героини вот той чудесной волшебной помощницы который я использую литературоведческие термины герой героиня даст применительно к сказке вообще так говорить нельзя сказки есть только один герой тот кто совершает действие все остальные персонажи по функциям называются по-другому так вот она является матерью волшебной помощницы и одновременно жены главного героя в некоторых сказках какими животными повелевает яга я уже сказала что в некоторых сказках всеми но наиболее часто ее сопровождают мыши соколы воробьи цитирую увидала его старая ведьма посыпала зернышков и стала созывать воробышек воробей ты прилетел зернышков покушать моего горя послушать в качестве спутников еги часто называют крылатого коня помним в сказках она дает герою крылатого коня почему крылатого сказки нигде не сказано что он крылатый да но конь скачет герой говорит я подожди я рукавицу обронил конь говорит пока ты эти слова говорил я 300 верст проскакал крылатый конь да понятно в других сказках она повелевает не только животными но и стихиями например ветром или в сказке о василисе и о куколке там может быть кто-нибудь помнит эту сказку она повелевает также всадниками красным белым и черным черный ночь белый день красный солнце поэтому таким образом можно как полагают ученые можно сказать что яга восходит к эпохе матриархата когда идея плодовитости вообще не была связана с мужчиной была такая эпоха в истории человечества до цитирую тот факт что баба яга на всем протяжении своего развития выступает как безмужняя не имеющая даже понятия о мужчине позволяет предложить предположить что за слоем древней божественно космической персонификации еги мы вправе видеть еще один наидревнейший уже вполне реально бытовой образ матриархальной владычицы старухи матери примитивного дородового человеческого общества одна из самых запоминающихся деталей еги костяная нога сборники сказок александр николаевич афанасьева она названа еще резче земляная наземная и леговенная то есть эта нога мертвая из праха понятно что костяная больше всего ассоциируется у нас со смертью да ну вот может быть и такая истлевшая собственно нога из праха но вот эту самую одноногость еги объясняют ученые еще и другим способом так это я коней хотела показать вот костяная да видите она вся да я хочу просто сказать какие иллюстрации я здесь использую главным образом это известный очень иллюстратор русских сказок билибин но есть и иллюстрации васнецова и бенуа это вот пока билибинские все так вот ее специально на иллюстрациях изображают подобные скелету да но вот это а здесь две ноги у нее мертвые но есть такой исследователь лаушкин тоже не знаю куда ударение правильно ставить который говорит что скорее всего то есть одна из возможных версий когда-то в глубочайшей мифологической древности баба яга была змея ногой и даже вот замечательная совершенно цитата связь это настолько постоянно со змеей что можно сформулировать правило если миф сообщает что у божества не все ладно с ногами то ищите змею ну мы по античной мифологии с вами знаем а змеи руки их и змеи ноги их богинях гекката очень часто изображали со змеями вместо рук вот этот исследователь полагает что первоначально баба яга была змея ногой и восходит это к той эпохе мифологической когда к эпохе тотемизма студенты должны знать что это такое да когда обожествлялись животные и в их облике персонифицировались божества самые разные по египетской мифологии очень хорошо это знаем и по изображениям египетским да когда человеческое тело и животная голова переходный период от зооморфизма к антропоморфизма человекоподобию но все-таки видимо ну и и в случае со змеей все равно игра связано со смертью потому что змея во многих почти во всех культурах змей живет подземном царстве славянский бог велес так тоже предполагают ученые когда-то имел змеиный облик и именно в качестве змея он противостоял солнечному перуну египетский сет который против противостоял солнечному осирису тоже имел змеиный облик то и так далее таких примеров можно достаточно много привести но еще одним подтверждением связи еги со смертью является ее избушка без окон без дверей и маленькая очень я уже одну цитату привела сейчас еще приведу в ней в избушке баба яга впереди голова в одном углу нога в другом другая или в другой сказке на печи лежит баба яга костяная нога из угла в угол нос в потолок в роз что напоминает эта избушка гроб конечно да на связь со смертью указывает и слепота еги вот кто-нибудь кроме студентов которые это знают да кто-нибудь обращал внимание что в сказках яга слепа она же героя не видит а узнает по запаху она год фу 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 русским духом пахнет на это одним из первых обратил внимание владимир яковлевич проб в той книге в исторические корни волшебные вообще тут советую эту книгу всем почитать филологом не филологом потому что начнете читать не оторветесь вот поверьте мне пожалуйста это такой прям бестселлер научный да эта книга не случайно и владимир яковлевич пропота ученый с мировым именем а так вот он обратил внимание на этот факт и объяснил его дело в том что в древних мифологиях слепота всегда была свойством персонажа провидца зрячий человек видит этот мир слепой соответственно видит иной мир не внутренний это уже потом культура придумала да там внутренний мир человека нет тогда такого понятия не существовало он видит действительно то что не видят зрячие то есть он видит мир духов там тонких материй всяких и так далее самый лучший вариант когда человек слеп на один глаз вот кстати гомера ведь изображают традиционно слепым не будем об этом забывать дальше двигаемся бабу-ягу в сказке сопровождают определенные предметы их набор ограничен вообще сказка очень консервативно до традиционно и поэтому в ней для авторской фантазии в отличие от литературы места практически нет печь что делает яга с героем она пытается его засунуть в печь почему про печь конечно надо поговорить особо потому что такой сакральный сакральный локус до сакральное место в крестьянской избе начиная вот от самой самой а вот как только печи появились да потому что печь это не просто место где можно что-то приготовить или что-то испечь это окно в иной мир и когда баба-яга хочет героя посадить на лопату и засунуть в печь она его фактически отправляет в иной мир то есть чего он и хочет собственно да но дело в том что когда герой появляет приходит в избушке баба-яги он должен ее эту избушку к себе повернуть помним встань к лесу задом ко мне передом или встань по старому как мать поставила почему повернуть потому что через избушку может пройти на на тот свет кто только мертвый а он же не мертвый но она то с ним ведет себя как с мертвым а он не хочет в печь потому что он прекрасно понимает чем это ему грозит и он говорит я не знаю как на печь ложится да она сама ложится на лопату она сама ложится на лопату и он ее засовывает печь это очень хорошо вот сказках александра артуровича роу фильмах да этот эпизод показан почему вот на нашей картинке на лопате лежит ребенок потому что именно в связи вот с этими функциями печи как перехода выну окна между этим и иным миром долгое время и до наших дней в глухих северных районах существовал и существует обряд перепекания перепекания младенцев и не только младенцев стариков тоже в чем он заключается если младенец рождается недоношенным или больным его обмазывают тестом не так конечно как на картинке его обмазывают тестом и на некоторое время на лопате отправляют в печь ну не не пылающую не горячую мы это с вами понимаем да а горячую печь чтобы тесто схватилась корочкой и таким образом я вот студентам всегда объясняю своего рода инкубатор получается температура там сохраняется корочка да там дырочки для носика и рта проделываются чтобы он мог дышать и ребенок до машивается в печи точно так же отправляли в печь стариков только их не обмазывали тестом их это этот процесс сопровождали следующей формулой устойчивой печка матушка возьми больного отдай здорового то есть между этим и иным миром возможен обмен если бы это было невозможно то герой сказочный никогда бы на 3 9 царство не попал вообще-то отдельная тема до проницаемость границ между этим и иным миром но в сказке волшебной сказке герой конечно должен эту границу преодолеть таким образом печь это место с одной стороны контакта с иным миром с другой стороны это вот место таких обрядовых действий медицинского характера еще один предмет который постоянно сопровождает ягу в сказках ступа цитирую где она несется яга в ступе бушует ветер стонет земля воют звери прячется скот причем очень интересно что ступы баба яга в ступе как летает так и ходит то есть ступа не обязательно летучая вспомните у пушкина в руслане и людмиле в прологе там ступа с бабой его идет бредет сама собой да не летит идет бредет но чаще конечно яга летает ступ почему именно ступа ведь на самом деле ну европейские ведьмы мы знаем летают на метле до баба яга ведь на метле у нас не летает метла у нее есть но она не летает на метле дело в том что ступа это женский символ и символизирует он женская лона также как пест символизирует мужчину и вот я просто процитирую вам тоже описание свадебного обряда на разных территориях прежде чем зайти в избу девушки сваха три раза обходит вокруг ступы невесты чтобы сватовство было успешным или невеста по приказанию свахи должна была усердно толочь в ступе в воду пока не выплющится вся так проверялся характер будущей жены но и не только характер как вы понимаете да это обрядовое действие тоже должно было способствовать плодородию одна из формул сватовства у на у вас есть золотое колечко у нас серебряная сваечка золотое колечко в этом случае заменяет ступу формой своей да ступа также имела лечебные свойства на разных территориях это зафиксировано считалось что в ней можно истолочь болезнь вот такими же тоже до движениями как воду невеста толчет воду отсюда наверное пошло это выражение воду в ступе толочь да или некоторые матери толкли в ступе рубашку рубашонку больного ребенка и таким образом изгоняли из нее болезнь да вот если кто-то интересуется литературой фэнтези 8 числа вянской фэнтези до марии семеновой там и другими писателями вот там там очень много таких эпизодов связанных с подлинными славянскими поверьями дальше следующий предмет помело помело в сказке ну или или метла да в сказке баба яга за собой помните след заметает пистом упирается помелом след заметает в некоторых сказках себя помелом бьет чтобы шибче бежать помело или веник тоже ведь связан с миром демонических существ нечистой силы до наших дней сохранился обычай если вы хотите чтобы с какой-то зловредный человек да явно не желающий вам добра если вы не хотите чтобы он проник в дом то нужно у входа ставить веник метелкой кверху обратите внимание на наши магазины сувениров там везде продают вот эти метелочки да только используют их неправильно у нас их вешают метелкой вниз а надо вешать метелкой вверх и около двери имейте это в виду пожалуйста помело использовалась и в свадебном обряде опять процитирую в курской губернии отец жениха или выбранный им сват связывали помело с кочергой перед сватовством чтобы начатое дело имело положительный результат в великий четверг принято было делать новое помело она обновляла печь охраняла от разрушения кроме того в этот день обнаженная женщина хозяйка дома должна была верхом на помеле объехать вокруг дома чтобы оберечь его от нечистой силы то есть помело с одной стороны связано с демоническими существами с другой стороны от них предохраняет следующий предмет ухват ну в некоторых сказках баба яга передвигается с помощью ухвата но чаще она использует его в бытовых сказки целях однако это тоже связано с древней обрядовой практикой вот пример опять приведу во время сватовства сваха в курской губернии прежде чем спросить о невесте продажной тёлки ну студенты наши знают что во время свадебного обряда невеста уподобляется телушки тёлки или ярочки есть даже такой обряд такое обрядовое действие поиски ярочки когда жених ходит по разным избам и спрашивает не здесь ли его невеста да ну вот понятно что находит он ее только собственно в доме невесты но ухват в быту крестьянском имел и другую еще ритуальную функцию он был связан с похоронным обрядом так например когда покойника выносить то хотя смертью да когда покойника в гробу выносили из дома на это место покойник лежал на столе как правило мы знаем да на это место клали ухват чтобы он не мог вернуться чтобы никакая вредоносная сила не могла в этот момент когда границы между мирами открываются похоронный обряд это конечно открытые границы до между этим иным миром вот чтобы они чтобы он не мог преодолеть этот плохой человек эту границу вот еще одно применение ухвата обряд инициации ну я не знаю знает ли кто-нибудь здесь кроме студентов наших в аудитории что к обряд инициации это обряд перемены статуса обряд перехода из одной из одного статуса допустим ребенка до статус мужчины под подросток там примерно с 9 до 14 лет в разных территориях подвергалась мальчики подростки подвергались этому обряду с тем чтобы это очень сложный обряд очень трудный для человека обряд иногда смертельный потому что там ему и наносятся увечья и вот в нашей повседневной жизни сохранился обычай брить голову ребенку в годовалом возрасте да на самом деле никак на структуру волос это уже давно доказано это не влияет но этот обычай достался нам от обряда инициации когда вот этого мальчика подростка переводили в другую группу то есть он символически умирал и рождался заново а поскольку младенец рождается без волос то ему брили головы таким образом символизировали вот эту вот мнимую символическую смерть и новое рождение вот так вот здесь тоже используется ухват и еще он используется очень интересно для превращения человека в животного то есть в момент вот этого оборачивания до хомут и ухват в этой операции цитирую участвует и мать оборотня как известно ухват через который должен прыгать превращаемый является чисто женским атрибутом а хомут сквозь который надо пролезть чтобы стать человеком выступал эквивалентом детородного органа дальше поехали где обитает яга лес да яга всегда обитает в лесу и вот снова сошлюсь на владимире кличу пропа лес как он пишет это композиционная середина сказки то есть герою обязательно нужно попасть в лес для того чтобы попасть 3 9 царство в лесу яга избушка который выполняет роль пограничья да и герой обязательно должен пройти через эту избушку он не может свернуть ни влево не вправо он обязательно должен пройти через избушку чтобы попасть в иной мир какой это лес сказка ведь не знает пейзажа также как сказка не знает портрета да сказка очень условно все характеризует это лес дикий дремучий то есть лес максимально противопоставленный человеческому жилью до избушка избушка вот тот самый пропускной пункт о которой о котором я говорил чтобы туда попасть герой должен продемонстрировать определенное знание причем как он получает это знание сказка никогда не говорит откуда он знает что избушке нужно сказать встань к лесу задом ко мне передам да он этим знанием владеет изначально потому что он так называемый высокий герой так его ученые характеризуют да герой наделенный определенными магическими способностями в некоторых сказках помимо этих слов он должен еще подуть на избу почему подуть потому что дыхание связано с жизнью да то есть подуть иначе говоря выйдуть из себя жизнь почему у нас во время чихания надо рот прикрывать ладошкой не только из гигиенических соображений чтобы душу не вычихнуть почему у чехова в рассказе смерть чиновника он чихнул да а потом умер в конце вспомните значит вид избушки как мы понимаем необычен мы уже сказали о том что она очень маленькая и кстати в художественных фильмах сказочных этот этот момент очень интересно обыгрывается снаружи избушка очень маленькая а внутри большая да там уедине печь стоит и там лавка и стол и какой-нибудь сосуд в котором она там что-то помелом размешивает вот и у нее там и и код живет и сова у нее там филин живет да много там большая изнутри цитирую сказку едет лесом глядит стоит избушка на курьих ножках другая сказка побежала стоит избушка на курьих ножках стоит поворачивается еще пример а сестра шла шла под землей увидит стоит избушка на курьих ножках стоит перевертывается осмотрелся кругом еще одна цитата около моста избушка на курьих ножках, на петуховой головке, к лесу передом, а к нам задом. Одну из версий, что это за избушка, я привела финно-угорскую, что это вот это погребальное сооружение специальное, сом-ях на столбах, для того, чтобы животные не смогли добраться до покойника и его съесть. Но это такой утилитарный смысл, а на самом деле есть ритуальный смысл. Поскольку у многих народов, во многих культурах покойники отправляются на небо, то и его в этой избушке приподнимают над землей, символически отправляя на небо. Обряд сжигания покойников тоже был с этим связан. Считалось, что во время сжигания, сожжение, душа вылетит и сразу птицей, отсюда метафора душа-птица в нашей культуре, улетит на небо. Итак, связана с погребальным обрядом эта избушка и эти курьи-ножки. И они не обязательно курьи, потому что куриные. Так принято рисовать обычно на картинках, на иллюстрациях. На самом деле они могут быть курные, то есть окуренные, то есть вот тот самый дым, о котором я сейчас только говорила, который является способом попасть в верхний мир. Ну и есть, конечно, версия, что это абсолютно такая прагматическая версия, что это такие лабазы для хранения продуктов, чтобы не добрались там животные, мыши или там какие-то другие животные и не украли. Это действительно их так использовали и используют до наших дней в отдаленных районах Карелии, Архангельской области и так далее. В некоторых сказках избушка обнесена тыном. Вот я говорила, запомните эти черепа на заборе у Бабы-Яги. Конечно, это указывает на связь со смертью, но черепа далеко не всегда человеческие, очень часто они животные. И здесь мы возвращаемся опять к тому, что яга про матерь животных и к тому, что она сама когда-то могла иметь зооморфный облик. Цитирую сказку. Побрел голодный, шел, шел, стоит дом Бабы-Яги, кругом дома двенадцать шестов, на одиннадцати шестах по человечьей голове, только один незанятый. Но надо понимать, что он предназначен для героя, но герой, мы понимаем, этого избежит этой участи. Вот таковы свойства, основные функции и атрибуты Яги в сказке. Но было бы неверно думать, что на сказке жизнь Яги в культуре заканчивается. Она прекрасно, как многие фольклорные персонажи, попадает в литературу и живет там уже по другим законам, но при этом сохраняет структурные элементы своего фольклорного прототипа. Если мы сравним Ягу в разных литературных произведениях, она может быть доброй, она может быть злой, она может быть красивой, вспомните новогодние приключения Маши и Вити, она может быть уродливой старухой. Она все равно сохраняет, как бы сказали ученые, изоморфизм, структурную общность, связанную с фольклорной Ягой. Более того, во-первых, Яга не живет в каком-то жанре. Вот в сказке она живет только в фольклоре, она живет только в сказке. И студенты знают золотое правило, я всегда говорю, в фольклоре персонаж живет только в пределах одного какого-то жанра. Нам должны это всегда запомнить. Нет, в литературе она может где угодно, в поэзии, в прозе, в драматургии, где угодно, как угодно, это зависит от фантазии автора. И второй очень важный момент. Яга может быть Ягой, то есть она может названа быть Ягой, а может и не быть названа Ягой. Но тогда ее черты приобретают персонажи, ну вообще никак, на первый взгляд, с фольклором не связаны. Скажем, старухи в литературе. Вот посмотрите, что у Гончарова в обрыве, что у Распутина в последнем сроке или в прощании с матерой. Все старухи обладают свойствами Яги. Во-первых, они всезнающие, всеведающие, они мудрые, они помощницы, дарительницы, только немножечко эти функции по-другому там представлены в литературе. Или наоборот, они могут быть злобные, коварные и так далее. Но на первый взгляд ничего от Яги в них нет. Либо намеки какие-то есть. Вот у Гоголя в мертвых душах, когда Чичиков приезжает к коробочке, она ему жалуется, что у нее ногу выше щиколотки ломит. Очень интересный, да, такой звоночек. Более того, когда он говорит, что он приехал покупать мертвые души, она говорит, так мне что, их из земли выкапывать? Вот они, черепа на тыне, да. Но на это обратили внимание многие. И сначала Мережковский, потом Юрий Михайлович Лотман об этом писал, о том, что в коробочке есть черты Яги. Ну и вообще во всех персонажах мертвых душ, первого тома мертвых душ, да, есть вот эти фольклорные свойства. Ну, господи, хотела быстро сказать. Плюшкин, конечно, обладает свойствами Кощея. Я думаю, что тут не надо даже большой фантазии исследовательской иметь, да? Ну, об этом я сейчас не буду говорить. Итак, значит, что происходит с ней в литературе? Несколько примеров вам приведу. Поэма Пушкина Руслана Людмила. Поэма была написана в 1818 году, а пролог к ней, вот это самое начало поэмы, да, был написан 10 лет спустя. И это не случайно, потому что саму поэму написал молодой 19-летний Пушкин, а пролог написал уже 29-летний Пушкин. И к этому времени он, во-первых, очень хорошо уже знал фольклор и даже сам собирал в окрестностях села Михайловского и отдавал братьям Киреевским вот в их знаменитый сборник народных песен, собранный материал. И там даже такая курьезная история произошла. Вот известно, например, что сюжет сказки о рыбаке и рыбке нигде в фольклоре, нигде кроме окрестностей села Михайловского не фиксируется. И ученые даже предполагают, что она ушла в фольклор, эта сказка, благодаря пушкинской сказке. Там очень такие у Пушкина очень интересные отношения с фольклором были. Напомню, няню Арину Родионовну, напомню, дядьку по фамилии Козлов, который прислуживал Пушкину. Это все крестьяне. И вообще в дворянскую эпоху дворяне очень хорошо, особенно поместные дворяне, очень хорошо знали фольклор, потому что жили в окружении крестьян. Вспомните Илюшеньку Обломова и изображение Обломовки в романе Гончарова. Он большую часть времени проводил в девичьей, слушал песни, сказки и так далее. Городские дворяне, конечно, немножко в других обстоятельствах жили, но тоже не были далеки от народной культуры. На самом деле это разделение и редукция начала происходить после крестьянской реформы, когда крестьяне из деревни ушли в большом количестве в город и оторвались от почвы. Так вот, пролог насыщен подлинными фольклорными приметами. И вот там ступа с бабой Егой идет, бредет. И там еще есть одна очень интересная деталь, на которую тоже пушкинисты давно обратили внимание. Какого цвета у Пушкина волк? Кто помнит? В темнице там царевна тужит. Какой? Бурый. Бурый, не серый. Хотя мы привыкли, что волк серый, но на самом деле в русских сказках он очень часто бурый. И это такой признак подлинности пушкинского знания о фольклоре. Весь мир пролога это мир собственно фольклорной фантастики, конечно. Он для того и написан пролог, чтобы в общем-то романтическую и скорее рыцарскую поэму Руслана Людмила, а не собственно фольклорную, сделать более национальной, более фольклорной. Но там есть у него и другая ведь Ега в Руслане-то и Людмиле. Она не названа Егой. А как она названа? Наина, конечно. Понимаете, эта Наина обладает свойствами Бабы-Яги. Причем вот как контоминируются, то есть соединяются фольклорные мотивы в литературе, что в сказке совершенно невозможно, конечно. Она, с одной стороны, для одного героя дарительница для Фарлафа, а для другого героя противница, воительница. В сказке, конечно, так не бывает либо-либо. И Наина внешними даже признаками Еги обладает. И вдруг сидит передо мной старушка, дряхлая, седая, глазами впалыми сверкая, признаки смерти, с горбом с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, кто была Наина? Но при этом опять в пушкинской поэме, при этом сходстве, есть и то, что отличает, конечно, Ягу Наину от сказочной Яги. У нее есть биография. Более того, у нее есть любовная история. У сказочной Яги, конечно, такого тоже никогда быть не может. Другой пример – это сказка Жуковского. Она так и называется «Сказка об Иване Царевиче и Сером Волке». У Жуковского несколько сказок. «Война мышей и лягушек», «Сказка о царе Бериндее», «Спящая царевна» и так далее. Всего их шесть. И вот одна из них – это сказка об Иване Царевиче и Сером Волке. Жуковский, на первый взгляд, полностью сохраняет сюжет народной сказки. Там есть Иван Царевич, там есть Серый Волк, там есть добывание всяких чудесных артефактов, коня, птицы, невесты и так далее. То есть Жуковский сознательно совершенно идет по пути воспроизведения фольклорного сюжета. Это вообще очень характерно для 1, 3, 19 века, даже для рубежа 18 и 19 века, когда благодаря Карамзину и многим другим писателям вообще вот этот пласт культуры вдруг вошел в литературу. Он перестал быть достоянием простонародья. Выяснилось, что оттуда вообще можно черпать сюжеты. Да как еще это интересно получается? И вот Жуковский идет по этому пути. Но можно ли сказать, что сказка Жуковского – это такое поэтическое в стихах воспроизведение народной сказки? Вот я вам сейчас приведу несколько примеров. И въехав в лес, Иван-царевич, девица древности его огромных дубов и сосен, тускло освещенных зарей вечернием, и все в нем тихо, деревья все как сонные стоят. Так, я Жуковского. А, это Наина у нас была. Вот Жуковский. «Не колыхнется лист, не шевельнется былинка, нет живого ничего, в безмолвной глубине лесной ни птицы между ветвей, ни в травке червяка, лишь слышится в молчании повсеместном гремучий топот конский». Я уже говорила о том, что в сказке пейзажа нет. У Жуковского развернутая пейзажная картина. То есть благодаря Жуковскому и мы с вами, и Александр Артурович Роу, и другие киносказочники могли воссоздать облик того самого леса, где обитает Баба Яга. Но я другой еще пример вам приведу. «Другая ночь настала. Петр-царевич сел сторожить под яблонью вора. Он целый час крепился, в темноту во все глаза глядел, но в темноте все было пусто. Наконец и он, не одолев дремоты, повалился в траву и захрапел на целый сад». Бац! И ирония, да? Опять в сказке, конечно, ничего подобного быть не может. Какая же в сказке, когда герой там такой пафосный, да? Ничего, конечно, такого быть не может. Еще замечательный. «Вот понемногу начала она входить в себя, пошевелилась, глазки прекрасные открыла, и совсем очнувшись, подняла их на Ивана-царевича, и покраснела вся, как роза алая. И с ней Иван-царевич покраснел, и в этот миг она и он друг друга полюбили». Мы имеем перед вами романтическую поэму, да, а вовсе не народную сказку. Там еще есть дивный совершенно эпизод, когда волк, когда уже Иван-царевич все, так сказать, нужные предметы заполучил, и царевну заполучил, и женился. Волк приезжает в город, где живет Иван-царевич, и становится любимцем фрейлин. Очень тоже хороший эпизод. То есть, с одной стороны, Жуковский сохраняет сказочный сюжет, причем тоже он немножечко соединяет сюжеты разных сказок здесь. А с другой стороны, он создает характерное для романтизма литературное произведение с чувствами, да, с вот «Салой розой», там она «Ах, и зарыдали оба», помним, да, у Пушкина, и так далее. А еще, еще там есть мораль в этой сказке, вот не могу тоже не прочитать. Там герой добывает дубинку, ну, помним, в сказке есть такой предмет, с помощью которого он побеждает врагов, да, волшебная дубинка. Дубинка молодецкий за всех одна служила. Во дворце держала караул. Она ж ходила по улицам, чтобы наблюдать везде порядок. Кто ей пьяный попадался, того она толкала в спину прямо на съезжую. Кого ж в пустом где доме за кражую она ловила, тот был так отшлепан, что от воровства навеки отрекался и вступал на путь добродетели. Дубинка, словом, неимоверно и во время пира царю, гостям и городу всему услуги оказал. То есть дубинка выполняет роль полиции. Это тоже, конечно, абсолютно не сказочный мотив. Но понятно, что поскольку фольклор вот так вот вошел в литературную жизнь первой-трети XIX века, сразу возникла художественная дискуссия о том, как же к нему обращаться, что вообще с ним делать, где здесь границы отношений фольклора и литературы. И после пушкинских сказок, после Руслана и Людмилы еще раньше и после сказок Жуковского Павел Катенин написал поэму под названием «Княжна Милуша», в которой он предложил другой подход к фольклорному материалу. Не воспроизведение его, хоть и с романтическими всякими причудами, как у Жуковского или Пушкина, а, я бы сказала, пародийный, иронический подход. То есть он, в общем, пародирует напрямую поэму Руслана и Людмила, потому что Милуша, Мила, это и есть Людмила, княжна Милуша. И это, конечно, вот вы, пожалуйста, почитайте. Я понимаю, это сейчас все в программу и раньше не входило, и сейчас не входит. Но княжну Милушу надо почитать всем, потому что это необыкновенно остроумная поэма. У Милуши есть жених Всеслав, и на протяжении всей поэмы его искушают, искушают женщинами для того, чтобы он изменил Милуши. Ну и, во-первых, чтобы она не расхотела выходить за него замуж, а во-вторых, чтобы разоблачить его как героя. Дело в том, что в разных обликах его разные женщины искушают, но есть там и баба Яга. Он попадает к ней в избушку, и Яга рассказывает удивительную историю. На самом деле она не Яга, а заколдованная девушка. Царь-девица. Вылупилась из яйца жар птицы. Которая высидел Кощей бессмертный. Вот такое впечатление, что Котянин специально нагромождает всякие фольклорные элементы для того, чтобы подчеркнуть эту иронию и пародийность своей сказки. Она пытается соблазнить героя Яга, говоря о том, что если он ее поцелует, то она тут же превратится снова в ту самую красавицу, значит, он забудет про свою Милушу. Но он не под... Меня царицей соблазняли, я не поддался. Вот примерно так себя ведет Всеслав в сказке. В конечном счете Милуша сама отправляется в Лезвич, спасает Всеслава и все ему прощает. И таким образом финал такой. Все от того, что умница Милуша... Становится мудрой женой. Все от того, что умница Милуша и поняла, что мужу никогда жена Брюс Гарри, внивая крикуша, не нравится. Напротив, без труда, ко скромной он прилепится душою, и волю даст ей быть в дому большую. То есть Милуша молодец, она спасла Всеслава и еще ни в чем его не упрекнула. Но есть и другой персонаж в этой сказке, тоже очень интересный, колдунья Проведа, которая, собственно, во всех этих женщин и превращалась. И она таким образом испытывала Всеслава. Ну и вот он все эти испытания выдержал и с Милушей, значит, обрел свое счастье. И еще раз повторю, когда читаешь эту поэму, то нагромождение фольклорных элементов кажется в ней избыточным, но я думаю, что это как раз, собственно, главный прием Катенина. Почитайте эту поэму. Обращались к образу Еги... Я просто не нашла ни одной иллюстрации к поэме «Княжна Милуша». Видимо, никто ее никогда не иллюстрировал. Очень жаль, конечно. И другие писатели. Я кое о ком коротко буду говорить, кое о ком поподробнее. Вот сказка Николая Алексеевича Некрасова «Баба-яга. Костяная нога». Он идет скорее по пути Катенина. У него Ега – это старуха, охваченная любовной страстью. Она обещает герою вернуть похищенную сестру, его сестру, если он вступит с ней в любовную связь. Ну, такого, конечно, в фольклоре нет, но внешний облик Еги, я процитирую сейчас, ее сказочные атрибуты полностью сохранены. Но страшный в ступе пест железный, колдунью спас над самой бездной, она сильнее им застучит, и дива ступа побежит. Очень интересный рассказ Дмитрия Васильевича Григоровича. Григорович – это старший современник Чехова, и когда я об этом рассказе писала, думала к лекции, я все время вспоминала здесь Антона Павловича. Сейчас объясню, почему. Это этнографический рассказ. Вообще, во второй половине XIX века, ближе к рубежу уже XIX и XX веков, колоссальный интерес к этнографии проснулся в русской литературе, именно к этнографии, к очень достоверному изображению быта и каких-то культурных, обрядовых практик народа, не только нашего, потому что Короленко, который был в ссылке на севере, он точно так же подробно описывал жизнь северных народов. Так вот, в его рассказе, рассказ называется «Прохожий человек», помните, девочки, я говорила вам, что ночью нельзя было передвигаться между селениями, потому что ночью только нечистая сила. Не случайно рассказ называется «Прохожий», потому что он действительно о таком странстве человека между миром фантастическим и миром реальным, и там описываются зимние святки. Он попадает в деревню прохожий и попадает на обряд ряженья на зимние святки. И вот очень интересно Григорович балансирует на границе яви и вымысла, потому что в какой-то момент читатель забывает, что яга – это маска. В какой-то момент Григорович так это пишет, что не очень понятно, это яга вообще или это человек в маске яги. А жена старосты, хозяйка дома, гонит ряженых. Ни в коем случае нельзя. Кто прослушал мой курс фольклора, знает, что, боже упаси, пришли ряженые, пришли каледовщики, одарить, в дом только не пускать, на пороги, потому что они существа из иного мира, одарить, как можно больше одарить, иначе они посулят там всякие несчастья вплоть до смерти. Страшные вещи. Она их гонит. Чем все это заканчивается? Благосостояние семьи? Нет, что станешь делать, отвечал староста, махнув рукою. Такая-то беда стряслась на меня. Бьет ли хаманка окаянная? Да и полно. Вот почитай четыре месяца, али пять самых святок. Весь дом с ног сбила, всех даже ребят перебрала. А старуху мою, которая прогнала ряженых, так перевернула, что осю пору ног не переведет. Почему? Это же всего-навсего ряженые, или это яга? Да, вот это все время переключение регистра со сказочного, с фольклорного на бытовой. Очень характерно для этого рассказа. Почему я вспомнила Антона Павловича? У него есть замечательный рассказ «Ведьма». Чудесный рассказ. Один из моих любимых. Ну, конечно, мне больше всего нравятся фольклорные рассказы. Чехова, естественно. Рассказ «Ведьма», почитайте его. Вот фильм есть «Прекрасный ведьма». Старый советский фильм, там играет Алла Ларионова, Растгарин, Николай Рыбников. Чудесный фильм. Так вот, там весь рассказ. С одной стороны, понятно, что героиня рассказа никакая не ведьма, а просто несчастная женщина, которая вышла замуж за безобразного, уродливого, чумазого и вообще всячески омерзительного человека по фамилии Гыкин. Еще фамилия эта у него такая, гласололическая. Но с другой стороны, там есть эпизоды, когда не очень понятно, а вдруг она правда ведьма. Вот она смотрит в окно, в метель, а Гыкин ей говорит, а гостей приманиваешь. И действительно приезжают гости. У меня по этому поводу есть очень большая статья. Не так часто человек, ученый, может сказать, что у него есть любимая... Вот это моя любимая статья про любимый рассказ Чехова. Потому что он очень интересный. И там та же вот эта самая балансировка идет между явью и вымыслом. Так до конца и непонятно. Гыкин ей все время говорит, ты ведьма, ведьма. А почему он не знает, ведьма она или нет? Знаете, как ведьму определяют? У ведьмы хвостик маленький должен быть. Он же ее муж или не муж? Вот они знают, а считают ведьмой. Есть хвостик или нет хвостик? Очень интересный рассказ. Очень интересный. И есть у него другой еще рассказ. Вот, кстати, любопытно было бы посмотреть, когда рассказ Григоровича написан был, до этих чеховских рассказов или после. У него есть рассказ «Казак», где мещанин Торчаков едет из церкви на Пасху и видит больного казака в степи. И казак просит пасочки свеченой. Ну, вы знаете, что у нас кулич на юге России называется Паска. Да, даже не Пасха, а Паска. Пасочки свеченой. А жена Торчакова, новобрачная, они только что поженились, говорит, вот еще не дам я свеченую Паску кромсать. И не дала. И они приезжают домой. Его мучает совесть этого Торчакова. Он на следующий день возвращается на то место, где он видел казака. Казака нет. И более того, его никто не видел. Вообще, был ли казак, тоже непонятно. Или это своего рода испытание судьбы было. И он понимает, что его жена жадная и злая женщина. И постепенно все хозяйство у него приходит в упадок. Вот ровно так, да, лихоманка бьет, скотина перевелась и так далее. Вот эти чеховские григоровические рассказы очень сильно перекликаются. А вот потому, что у Григоровича яга. Причем, ну яга не яга, да, ряженая. Очень сложно. В 1911 году Владимир Иванович Нарбут, это рисунок его брата, Георгия Нарбута, создает стихотворение «Осенняя сказка». Очень страшное стихотворение. Очень страшное. Это такой экстракт сюжета о еге-людоедке. Маленькая девочка, заблудившись в лесу, попадает в избушку Египт. Цитирую. «Бродила по лесу, срывая капли оранжево-янтарной костяники. Синели руки худенькие, зябли, и их царапал грыз терновник дикий». Страшный лес. Лес страшный всегда. В литературе и в сказке он тоже страшный. Здесь просто не по сказочному он изображен. «Дом еги» – это антидом, конечно, да? И вот дальше цитирую. «Дрожит, дрожит испуганный ребенок под длинным зорким взглядом хищной птицы и подойти боится. Сипл и тонок протяжный клекот старой ястребицы». И закономерный финал. «Нет, девочки, в избе писк хволой птицы соленый запах тянется в оконце». Но мы с вами прекрасно понимаем, что соленый запах – это запах свежей крови. Нарбут доводит до логического завершения то, чего никогда не удалось сделать Еге в сказке. В сказке она никогда все-таки ребенка не съедает. У Нарбута съела. У него еще есть одно стихотворение более раннее, которое так и называется «Яга». Но там этого сюжета нет, там просто он изображает Ягу очень-очень по-фольклорному. «По полю мчится, как синяя птица, В ступе без упряжки ги, как коней, Будет звезда мели ночь золотиться, Травы в слезах поувяль за ней». Она там летает в ступе, и поэтому такое фольклорное стихотворение. Но в стихотворении про девочку – это, конечно, прям жуть совершеннейшая. Дальше. Увлечению фольклором в начале XX века поддался Константин Дмитриевич Бальмонт. Совершенно замечательный цикл «Фейные сказки» он создает. Цикл, посвященный его четырехлетней дочери, он состоит из трех частей – «Фея», «Детские песенки» и «Былинки». Студенты, обратите внимание, что «Былинки» – это не маленькие былины. Авторское такое название Бальмонта. «Былинки» – как бы быльки. Быльки такие маленькие. Сейчас я прочитаю все это стихотворение, и вы поймете, почему я его тоже выбрала. Называется оно «О чудище». Я был в избушке на курьих ножках, Там все как прежде, сидит яга, Пищали мыши и рылись в крошках, Старуха злая была строга. Но я был в шапке, был в невидимке, Стянул у старой две нитки бус, Разгневал ведьму и скрылся в дымке, И вот со смехом кручу свой ус. Пойду, пожалуй, теперь к Кащею, Найду для песен там жемчугов, До самой пасти приближусь к змею, Узнаю тайны и был таков». Стихотворение, конечно, шуточное, ироническое, Ну и посвящено, адресовано четырехлетней девочке. Вот совершенно другой тоже подход. Вот ведь и тот серебряный век, Но какое разное мифотворчество у этих писателей. Герой этого стихотворения Видит Ягу предельно обытовленной. Старушка, бусы у нее можно стянуть, Ее можно надуть, обмануть, Там в шапке-невидимке появиться и так далее. То есть он показывает, Чем занимается Яга в свободное время. Очень интересно. Современная литература... Я многие, конечно, произведения пропускаю, Но вот я о Гоголе вскользь сказала. Так, этого слайда у меня нет. В современной литературе... Я уже не говорю о жанре фэнтези. Там Яги очень много, да? Но в современной литературе, Фантастики, Тоже Яга встречалась. Вспомните, пожалуйста, Понедельник начинается в субботу, Братьев Стругацких, Где есть персонаж Наина Киевна Горыныч. Она с одной стороны Наина, Как у Пушкина в Руслане и Людмиле, С другой стороны она Киевна, Указание на Киев, И она Горыныч, Указание на сказочного змея. Сотрудница НИИ ЧАВО, Помним, научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства, И Смотритель музея Изнакур-Нож, Избушка на курьих ножках, Изнакур-Нож, аббревиатура такая. Не буду об этом говорить, Многие читали это произведение, Я надеюсь. Еще встречаем мы Ягу В рассказе Шукшина до третьих петухов. Там действие происходит в библиотеке, Ночью оживают Книжные персонажи, И в том числе Яга. Вот популярность Яги В современной культуре Я назвала словом егизм. У меня даже статья есть. Егизм современной литературы. Конечно, в кавычках. Дубравка Угрешич Хорватская писательница Роман называется Снесла баба-ягаичка Он из трех частей состоит. В третьей части Черты Яги Как бы прототип Яги Накладывается на Человеческие типы. Это такая фрейдистская книжечка. Очень интересно. Там анализируются с этой точки зрения Атрибуты и свойства Яги. Фильм итальянского режиссера Карадо Фарины Баба-яга 1973 год Эротический фильм ужасов Героиня, которая называет себя Ягой Подарила фотографу фотокамеру И все сфотографированные этой камерой Умирают. Ну, фильм ужасов, да? Все умирают. Фильм Джона Дайгана Соединенные Штаты Луговые собачки Там вообще нету персонажей Под названием Яга Девочка Я не случайно выбрала именно этот кадр Где она вверх ногами Девочка читает сказку о Яге И потом Яга кажется ей очень страшной Жестокой, беспощадной Однако, столкнувшись с человеческой жестокостью Она понимает, что Яга еще не так плоха Что люди бывают гораздо хуже И эту девочку авторы фильма Наделяют свойствами Которыми в фольклоре наделена Яга Она способствует духовному перерыву Инициации только духовной Героя вот этого молодого человека С которым она подружилась Эта девочка Девочка-подросток Подружилась со взрослым мужчиной Абсолютно нету там никакого подтекста Чисто такие дружеские отношения Ну вот это Она начинает воспринимать Ягу Как способность Свойства Яги Как мудрость Как способность к состраданию Человечность и так далее Фильм посмотрите Он тоже есть в интернете Никаких проблем нет Проникает Яга в комиксы Два назову Хеллбой И Песочный человек Буквально на днях Был фильм по телевизору Хеллбой Я его раньше никогда не смотрела Я не люблю такие фильмы Но тут специально посмотрел Боже, какая же там страшная Яга Она там Даже и не Яга наша Но она там абсолютно мертвая Слепая, кстати Очень интересно И очень страшная В начале комикса Хеллбой разговаривает Вот со старухой-жительницей Деревни Березники Где происходит действие И она рассказывает Что у Бабы Яги Есть удивительная особенность Она все время Пересчитывает пальцы мертвецов Вот они на картинке здесь Видите? И палец Бабы Яги Она их пересчитывает Что это за мотив такой? В русской сказке, конечно, его нет Но Баба Яга там что-то пересчитывает В русской сказке Дело в том, что когда вот к ней попадает Мальчик, которого она похищает Чтобы оттянуть время Жихарка Чтобы оттянуть время Он начинает пересчитывать ложки И Баба Яга с ним вместе считает ложки Он говорит Вот эта ложка для Жихарки Это ложка для Бабы Яги А эта для кого ложка Ну и завязывается диалог И Баба Яга не успевает его съесть А здесь, значит, пересчитывает пальцы мертвецов Но ведь это же мотивировано Если не сказкой То это мотивировано свойствами самой Яги Раз она связана с миром мертвых То все мертвые, получается, ее подопечные И она как бы ведет им учет Этим подопечным Дальше Бой по законам жанра Описан вот бам-блам И так далее Хелл-бой лишает Ягу глаза Выбивает ей глаз То есть он делает ее слепой Получается, не она изначально слепая Он делает ее слепой И вот интересно, что сама-то Яга Там вроде и умирает Но тоже не очень понятно, умирает или нет А дальше, вот цитирую В тот год весна не пришла в Березник И в течение всего года Каждый ребенок, который рождался там Был слеп на один глаз Все теперь стали Такой сказочной Ягой У Нила Геймана Вот в этом песочном человеке Так, сейчас я один слайд Обратите внимание, это проб Сейчас я к нему вернусь снова В песочном человеке Другая Яга совсем Во-первых, она внешне не похожа на нашу сказочную Ягу Как-то принято думать, что наша Яга худая Ну раз она со смертью связана И костяная нога у нее То она худая А здесь такая вот Как пиратка какая-то Серьга в ухе Папиросы курит Или трубку курит Другая И еще один очень интересный момент Не она дает герою предмет А она у него спрашивает Что ты принес бабушке? Говорит она Я польщена, юный кузнец Что в твоем рюкзачке найдется для старой тетушки И он ей что-то дает И она помогает ему Героя зовут Василий в этом комиксе Помогает ему найти вот эту сказочную царевну И победить Кащея Почему я Владимира Яковлевича Пропа вспомнила? Мне было ужасно интересно Почему американские авторы комиксов Вдруг так полюбили бабу Ягу А вот не случайно я книжку Пропа Теперь уже обратно не перелистну Но не случайно я книжку Пропа показала вам Один из режиссеров, живущих И искусствоведов, живущих в Америке Изалий Иосифович Зимцовский Приводит слова голливудской писательницы И сценаристки Виктории Нелсон Цитирую У нас в Голливуде есть популярная И безотказно спасительная формула Do it with prop В случае хитрого комбинирования Например, двух сюжетов Опытные мастера-сценаристы советуют Follow prop Книга Пропа Морфология сказки И исторические корни волшебной сказки Переиздавалась в Америке более 20 раз И ее в обязательном порядке Изучают в кинематографических Американских школах Есть у еги из песочного человека Избушка И летает она в ступе Но тем не менее Она отличается от нашей сказочной еги Я вас заморила, я заканчиваю Почему лекцию мою я назвала О культурной памяти? Кроме бабы-яги Одна из аксиом, с которых я начинаю Всегда курс фольклора Ничего в культуре никуда не пропадает И как и вот этот То, что я называю языком культуры Баба-яга, безусловно, является элементом этого языка Сформировавшись раз В разных формах Не всегда легко узнаваемых В культуре будет сохраняться Вот сейчас очень модное слово Культурная и национальная идентификация Вот яга Это наш идентификатор Культурный и национальный Но ягу я взяла просто потому, что это такое забавное Следующую лекцию про домового прочитаю Тоже много интересного узнаем Поэтому так много сейчас появилось То какие-то кафе Первое, что я увидела, побывав за границей Ресторан Баба-яга Вот Это мы должны помнить Сохранять Литературные произведения В том числе и о яге Читать И вообще читать, конечно, как можно больше Спасибо всем большое Жду ваших вопросов